Здарова, здарова, дружище! Меня зовут Саша, ты на канале Князь, и у нас сегодня бездонатная, ошеломительная, самая прекрасная рубрика прокачки аккаунта с нуля под названием Яйцо. Ну так именно зовут то самое, друзья, Яйцо. Есть отдельный плейлист с этим Яйцом, правда я туда, конечно, не все видео засунул, некоторые, наверное, забыл, но кому интересно, проверяйте его и смотрите остальные видео, всю историю данного аккаунта. Да, я знаю, я к сипор, елки-палки, давно не было выпуска, но твою ж дивизию, ну и просмотров не было, друзья, и лайков не было, потому и выпусков давно не было. Как-то там более-менее что-то почему-то зачем-то как-то фармилось, но надеюсь, что сейчас начнем уже постоянно все это дело выпускать, потому если ты поддерживаешь данную рубрику, то вот прямо сейчас не поленись, поставь лайк, и будет тогда нам счастье, будет тогда у нас все хорошо. Сразу хотелось бы обсудить несколько новостей, я в предыдущем видео уже говорил по поводу нашего челленджа на тему аннигиляции IGG. Мы хотели там накрутить около 100 тысяч самоцветов, не получилось, по той причине, что IGG не указали на русском сервере, что присутствует ограничение в 25 тысяч самоцветов. И как бы 25 тысяч самоцветов забилось на основном аккаунте, выводили коды ребятушки в этой акции возвращения домой, и от нечего делать уже, чтобы добро не пропадало, я всунул код яйца, и получается, что на яйце тоже, ребята, взято и, скажем так, накопилось 25 тысяч самоцветов. По поводу этого мы поговорим в следующий раз, но еще обсудим, что с этими самоцветами делать. А сейчас, так как еще кто-то смотрит это видео, кто-то еще вводит эти коды, возвращайся домой, может быть, там перепадет тысяч пять, а может, десять тысяч самоцветов кому-либо. Потому у меня просьба, давайте замутим небольшой розыгрыш, ребзя. Вы в комментариях, во-первых, поставьте лайк, а во-вторых, в комментариях напишите, куда на яйце лучше потратить эти самоцветы. И как бы минимум должно быть пять слов о вашем ответе, это раз. А во-вторых, вы должны в своем ответе указать вот этот вот код. Сейчас я вам покажу. Акция возвращения домой. Берете, просто указываете этот код, и я его помещу в ссылку в описании под то видео, в котором я говорил вводить коды. Может быть, ваш код кто-то введет, друзья мои, и вам отправят какой-нибудь бонус. Я еще и в каких-то других видосах его засвечу. Короче, оставляйте свой код и пишите целое предложение по поводу того, куда можно самоцветы потратить на яйце. Потому что я в полном замешательстве, я не планировал на яйце накручивать эти самоцветы. Их 25 тысяч, и для яйца это на самом деле огромнейшая сумма. И как бы на них, по идее, можно много чего сделать. А с другой стороны, на яйце так много чего нужно делать. Начиная от созвездий, заканчивая роллингами и прочей какой-то фигней. Я реально, я не знаю, куда их потратить. Потому посоветуйте, может быть, созвездия кому-то поролить. Может быть, устроить роллинг. Так что жду ваших лайков, жду комментариев и жду ваших кодов. Определю, может быть, случайным образом ваш код. А может быть, определю по комментарию, который наберет больше всего лайков. Так что, ребятушки, поспешите. Ладненько, что касается яйца. Проблема, почему не выходили видео касаемо прокачки Анубиса. Мы же выбили недавно Анубиса на склад. А сейчас еще на днях, ну, кто следит за моими видео на канале, мы выбили Фрею. И тут тоже, конечно, к вам вопрос, кого быстрее распаковать. Я склоняюсь к тому, чтобы распаковать быстрее Фрею и ее прокачать. Так что, тоже интересно ваше мнение. Вот как я вас бачу на комментарии. Ну, скорее всего, наверное, Фрею распакую. Хотя Анубис тоже нехило поможет. Но не суть. Фишка заключается в том, что, чтобы мне сразу их прокачать на вторую эволюцию, а я решил на яйце именно развиваться так, сразу героев качать на вторую эволюцию, нужно 80 тысяч кгшек. У меня всего лишь 77. Но мы как бы возьмем сегодня нафармим. 80 тысяч кгшек обязательно будет. Вот если даже сейчас просто взять, зайти на склад, мы вот возьмем вот эти вот карты откроем, да. Мы возьмем вот эти сундучки откроем. И что там падает? А там какая-то фигня падает. Причем 80 тысяч нам надо только на эволюцию. Как еще умение качать, ребята, неизвестно. Ну, как-то будем. Так, здесь у нас тысяча камней прорыва. Это хорошо. Тут что? Ну, тут какая-то ерунда, как обычно, упадет. Ну, так, здесь. Ну, скины, скины, скины. Этим я тоже займусь. А, и да, как я и обещал, ребята. Как я и обещал. То есть, да, понятно, мы 100 тысяч самоцветов на аккаунте не набрали, но это как бы не ваша вина и не моя вина, это вина и GG. Но, тем не менее, вы все старались, потому завтра, во вторник, это какое у нас число, 7 января, я проведу стрим-марафон 12-часовой только по битве замков. Больше никаких других игр не будет. Ну, как бы, держу уговор. Хоть мы 100 тысяч самоцветов и не набрали. Так что стрим начнется, скорее всего, в 12 часов по московскому времени. Вот, приходите, буду ждать. Попрокачиваем яйцо, попрокачиваем там подземки, волны и так далее. На других аккаунтах попроходим подземки. Ну, будем искать, чем заниматься. Запишем роллинги, наконец-то, разберу все заявки. Я надеюсь, что будет весело. Так, смотрите, как тут накопилось-то, а. Зарить питомцев, 750 кристаллов крокодильчика, бездонатный аккаунт, да? Ладно, ладно, это все не суть. На этом видео, чем бы я хотел бы позаниматься? Во-первых, прорекламировать великолепнейшую гильдию, в которой я нахожусь. Это Castle Sunrise. Если хотите играть с нами на битве гильдии, да? Ну, с яйцом рубиться, воевать, то смело вступайте. Набор, если не ошибаюсь, там от 200 или 300. Ну, короче, просто... Не, набор от 200. Но желательно списаться. Ну, не желательно, а нужно перед вступлением. Перед тем, как заявку отсылать, списаться с лидером гильдии. Вот его телеграм. Списывайтесь, он понижает силу на вход, и вы вступаете в нашу гильдию. Но нужны игроки, которые будут реально фармить с битвы гильдии, и они в носу ковырятся. Что я давно не делал. Мы вроде даже каких-то героев качнули. У меня Командора со второй эволюции, Ронин со второй эволюции. Но это все ерунда. По факту. Это не самые идеальные герои, наверное, да? Там для волн, может быть, и для подземок не самые идеальные герои. Но после того, как я все это добро качнул, Ребзя, после того, как я это добро все качнул, я не пробовал проходить волны, я ничего не пробовал делать. Реально, ничего не пробовал делать. Я думаю, что раз у нас давно уже не было видосов, давайте попробуем сегодня какие-то волны пройти. И какие-то подземки. Так, здесь у нас ворожей. Мы сюда поставим тыкву. Я же сейчас таблетку с тыквой ставлю. Да, вроде бы таблетку с тыквой поставил. Окей, у нас всего лишь вторая эволюция на Командоре и вторая эволюция на Ронине. Как оно, что будет, я не знаю. То есть остальные все герои из первой эволюции. Погнали, волна Т. Волна Т. Ну и плюс, конечно же, я думаю, наверное, больше шанс того, что нам будут ушатывать именно здания. Так. Ну, с первой волной мы... Ну да, просто скашиваются все здания. Просто жестко, жестко шатается. Вон, смерть пришла. Посмотрите, там от центра осталось 5 таблеток. И это только первая волна. Ну, посмотрим, что будет на остальных. Расстановку ничего принципиально не меняю. Пока что играем так, как есть. Давай дальше. Т2. Снова идет толпа. Единственное, видишь, я тут даже героев не расставил. То есть у меня с одной стороны стоят герои со второй эволюции, а с другой стороны герои без эволюции. Ну, сейчас вот Командора прибежит, и когда она начнет лупить, им мало не покажется. Ёлки-палки. Нет, мы... Смотри, что бы там ни было, мы все равно Т2 волну пройти не можем. По той причине, что, ну, вот, просто все здания ушатывают. Просто все здания ушатывают. Посмотри, у меня даже половина питомцев не поставил. Может быть, на стрим-марафоне завтра будем этим заниматься. Так. Давай, 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 давай. Главное, чтобы не доходили до этих зданий. Если будут идти вот с этих сторон, то все хорошо. Если пойдут с этой стороны... А они пошли с этой стороны, то все, это ГГ. Да, ну, ладно. Подожди так, подожди. Смотри, даже, ну, вообще разработчики не парятся. Просто моментально провизию нам суют. Мы вот так вот переставляем. Дальше. И надо куда-то где-то поставить питомцев. Куда-то где-то поставить. Ну, здесь панчбокс. Это для битвы гильдии. Сюда мы поставим, не знаю. Давай вот так вот. Ну, тут как бы для БГ стоит. Ну, и ладно. Ну, и ладно. Окей. Где-то по углам поставим какие-то здания. Это нам не поможет, но мы поставим. А что бы нет. И сейчас просто, наверное, несколько попыток быстро прокрутим. В надежде на то, что, ну, как бы рандом, рандом окажется на нашей стороне. И мы пройдем. Давай, первая, так, первая волна. Купидон в тотеме стоит. Это, конечно, весело. Давай, вторая волна. Ну, уже все, как бы зданий нет. Вон там пришла смерть. Все здания разрубило. Таблетки вышатываются. Ну, да, и напомню, мы выходим всего пятью таблетками. Так, Т3. Волна пройдена. Ну, все зависит, с какой стороны будут приходить герои. Вот сейчас вроде хорошо. Вот сейчас вроде даже неплохо. Т4. Там уже первые боссы вышли. Ну, ждем и надеемся. О! О! Все! Видишь, ГГ. ГГ. Дракон не туда прилетел. Да, и он развернулся ко второй таблетке. Ну, хотя драконы, они всегда будут с разных сторон. Рон выходить. Давай, полетели. Нам бы воодушевление. Кстати, надо посмотреть. Может, у нас где-то воодушевление есть? Где-то воодушевление какие-то там. Поставить на того же Фрэнки. Хоть у нас Фрэнки без эволюции. Но, я думаю, что было бы все неплохо. Слушай, ну, сейчас со зданиями у нас более-менее. У нас шансы какие-то увеличиваются. Хотя нет, зашла смерть. Там половина все перебила. Так, давай, давай, толпу всю. Ой, 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 как хорошо. Как хорошо, как хорошо, как хорошо. Тыква, правда, не дотягивается. Волна Т5. Ну, сейчас у нас определенно больше шансов. Если мега-драконы будут промахиваться мимо каких-то башен, то прям хорошо. Прям от души. Ну, не башен, а именно таблеток. Так, и смогут у нас герои без эволюции выстоять или нет? Так, о, о, ребята, мы прошли. Ха-ха-ха-ха. Да, отлично. Ну, как бы, видишь, волна АА. Я не помню, она сложная была или нет. Ну, нет. Ну, как бы, сложная, не сложная, а здание выносит. Вот, волна АА и... На второй волне уже здания нет. Последняя таблетка оставалась. Ее какой-то там то ли паладин, то ли выражей добил. Подожди. Алтарь героев, руны. Я ему просвет-то прокачал. Ну, в принципе, просветик есть, потому мы, знаете, что сюда можем поставить? Мы можем сюда восьмое воодушевление поставить, потому что я просвет прокачал. Давайте теперь еще раз выпускаем. АА, волна. Все, и теперь, как бы, Фрэнки должен там уже с самого начала всех долбить. Но это особо не поможет. Видишь, Фрэнки-то у нас без эволюции. Эволюция. Без эволюции. С эволюцией у нас только Мандора и Ронин. Командоре тогда, типа, надо ставить. Ну, Командора, как бы, она... Вторая волна, зданий почти нет. Что-то как-то Фрэнки все равно тормозит. Серьезно, одна печальная грустная башенка осталась. А4, если... ААА! Видишь, кто-то на расстоянии долбанул. Ладно, с фолнами. С фолнами пока подождем. Пошли, поугараем в кошмарку. Вот просто супер таким, знаете... Супер... Супер-супер... Распиздяйским способом. Так, кем танковать? Давай... Давай Ронином танковать будем. Погнали. Ну, тут как бы уже тоже надо заменить героев. Мама даже... Ой, ой, ты, слушай, посмотри, как Командора все выносит. Посмотри, как Командора все выносит. Изи. 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 Даже там, ну, как бы, разгоняться-то особо никому не надо. А если мы еще возьмем... Зайдем в гильдию. Замок гильдии. Смотри. Опа. Так, тут все прокачано. Вот эту бодрость покупаем, да? И... Че? Пошли дальше. Смотри. Опа. Ну, видите, как бы, вот, не фармил, а уже, на самом деле, по факту, давно мог все это пройти. А если еще тыкву, хоть как-то... Ой, елки. Вы посмотрите, как Командора все выносит. Командора тема. Я вообще все ресурсы в Командору сунул. На сто процентов выносим. Жесть какая. Давай дальше, ну-ка. Интересно, сколько так кошмарок мы сможем пройти? Даже прям аккаунт не хочется скачать, вот. Просто... Ой, 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 ой. Ну, тыкву убили. Ну, нас это, ребят, не остановит. Нас это, ребят, просто не остановит. Потому что прям мы всех расчехляем жестко. Давай дальше. Давай дальше, дружище. Идем сюда. Ну-ка. Давай, тыква, разгонись, чтобы быстрее все было, красивее. Нет, тыкву снова убили. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Еще Цепелин долбит. Фрэнки там каких-то героев лупит злой. Злюга просто. Злючка. Изи-изи. Просто идем дальше. Ну, давай ради интересного видео тогда первую кошмарку пройдем. Ну-ка. Просто это, знаешь, это какая-то ковровая бомбардировка командора. Ты что делаешь? Пожалей здание, останови. Вы просто посмотри, что она творит. Посмотри, что она творит. Ну, правда, ее и убивают, конечно, но у нас там девятая жива на ней. Посмотри, что вытворяет. Просто бам-бам. И она вроде же там без всяких, без всяких, без всяких порочных пактов и прочее. Просто куда ни бьет, почти везде сразу же здание отлетает. Ну, то есть два удара и все, территория зачищена. Очень жестко. Очень жестко. Мне нравится. Тыква, правда, отлетает постоянно. Надо тыкве, там, не знаю, вторую эволюцию делать. Давай дальше. Воу-воу-воу. Ну, первая каша. Я думаю, мы так, наверное, кошмарки три пройдем. Четыре. Просто, блин, какая она жесткая. Какая она жесткая. Сюда идем. И все на три звезды. Все жестко на три звезды. Посмотри. Бам-бам-бам. Прям реально просто весь город сносится в щепке. Ничего не остается. Героя всех просто почистую. Почистую. Жесткая она, конечно. Жесткая. На бездонатном-то аккаунте. Давай дальше. Воу! Тут на три звезды пройти, чтобы это все дело фармить. Да без проблем. Да без проблем, друзья. Воу! Изи. Изи. Изи шмизи. Замечательно. Так. Забираем бонусы. Четыреста кг. Дальше. Воу! Воу! Ну, еще и самоцветов. Теперь, смотри, можем брать и просто изи фармить. Изи фармить. Так. Уже тогда на следующую. Короче, завтра. Завтра, наверное, пройдем, докуда сможем. Вот. А на этом все. На этом все. Спасибо, кто оставил или оставит комментарий. Спасибо, кто поставил лайк. Вот. Участвуем в розыгрыше. Рандомно кому-то чей-то код использую. И туда будут, надеюсь, приходить самоцветы. Всех целую. Всем пока, друзья. Чаушки. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.